Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 18 октября. Вчера я показывала, была солнечная погода, ждала внука. Сегодня смотрите, что с березой творится. Сейчас выходила в огород, летают там какие-то куски, обрезки поликарбоната. А вот эта лужа, вчера я вам показывала лужу, по ней прям волны ходят, как по морю. Вчера в этой луже у нас мой внук с собакой искупали случайно. Вот смотрите, такая погода, очень удобно для подзимных посадок, как раз лука и чеснока. Я сегодня сейчас посмотрела старые архивы все. Дело в том, что, например, смотрите, у кого-то чуть прохладнее, у кого-то чуть теплее, регионы разные. Никогда одной даты посадки не будет, ну короче, у каждого будет своя. И я хочу вот начинающим огородникам еще раз донести, сейчас выложу прошлогоднее, позапрошлогоднее видео, где я рассказываю, как можно высчитать точную дату. Как можно высчитать точную дату, посмотрев прогноз синоптиков. Они хоть и ошибаются у нас, но не настолько. И какие условия нужны для посадки лука, какие условия нужны для посадки чеснока, потому что это немножко две разные культуры. Но сейчас вот кому-то самое время, кому-то уже поздно, кому-то еще рано. И я в следующем видео, вот сейчас выйду на улицу, я как раз пойду кормить собаку, я расскажу, почему я еще до сих пор не посадила. Ну, в двух словах, если помните, у нас была жара, было рано. Потом раз резко завалила нас снегом и замерзла земля. Стало поздно. Потом сейчас опять тепло. Вот я думаю, то ли высаживать, то ли отложить до весны. Все это я расскажу. А сегодня у меня день, посвященный внуку. Мы пойдем с ним. Думала, думала, как сегодня. Мы же обычно или в кукольный театр идем, или в детскую комнату, где он на батутах прыгает, или в кино идем. Ну, короче, куда-то в общественные места. Но сейчас в общественные места запрещают ходить, кучами собираться не разрешают, но не рекомендуют. А людям моего возраста вообще велели сидеть дома. Кто вот в зоне, в группе риска, особенно как я, у кого система дыхания там легкие, не в порядке, надо вообще дома сидеть. Мы думали, думали. Мы сегодня пойдем с ним туда, к тюрьме. У нас там есть уличные спортивные тренажеры. Если мы до туда дойдем, если нас ветер не сдует. Ой-ой-ой, что творится. Однако пока сейчас это... Ой, ужас. Может быть, еще и не пойдем. Но планы у нас такие. Совершить пешую прогулку. И я вот, если ничего не помешает нам, мы пойдем пешком, и я покажу вам немножко кусочек нашего города. Это у нас район старый. Вот эти все дома построены при Николае II, при царе. Знаю, что вот напротив соседка вот эта. Я смотрела ее паспорт. 1905 года постройка была. И я хочу показать вам тюрьму, которую построила Пчихо-Морозово. Это одна из достопримечательностей у нас. Памятник архитектуры. Мы уже об этом забываем. И мало кто об этом помнит. Но одно из моих хобби – это вот краеведение. Хотя слово это не люблю. Просто мне интересна история нашего города, именно как он образовался. Я очень часто захожу, статьи там поднимаю, читаю. И особенно меня интересуют вот эти семья Морозовых, которые были меценатами, которые строили в нашем городе училище для образования детей. Они сами были из крепостных. И оба были безграмотные, добились большого богатства. Они когда были крепостными, выкупили себя, заработали денег. Я потом расскажу подробнее. Выкупили себя, стали купцами, заработали денег. Им дали дворянский титул. Там были такие люди. Это вообще. И вот она построила тюрьму. Сегодня мы туда с внуком пойдем. Но не прям в тюрьму. А там, говорят, поставили уличные тренажеры. И я постараюсь немного вам рассказать о нашем городе. Ну, если в двух словах у нас, знаете, как есть, как вот раньше было, блеска нищета. Бийска, город Бийска. Мы живем в старом районе, где вот эти старые домики, все. Но есть район, который вот новостройки, где блестят такими зеркальными витринами магазины, вот эти торговые центры. В основном это москвичи настроили. Там с центра пришли деньги. Они сюда все вложили. А местные жители остались жить вот в таких землянках. 905 года постройки. Все, до свидания. Но, видите как, и тут мы нашли с Марком, с моим внуком. Плюс, раз у нас вот из-за коронавируса запрещают ходить в общественные места, может быть, мы в кое-то веки сходим, позанимаемся с ним спортом. На бесплатных вот этих тренажерах. Все, до свидания. Хоть погода плохая, хоть никуда нас не пускают, а у нас все равно все хорошо. Да, задувает что-то очень сильно. Ну, на 22 число передали плюс 15, даже верится.